Мы находимся в нашем домике. Видите, тут хранится капуста, помидоры. Смотрите, сколько автоматов. Это еще не вывезли дома, сколько стоит капусты. Вот чтобы это царство хозяйства. Видите, какой у нас домик. Тут стоят у нас роутеры, регистраторы, пульты управления телевизор даже есть. Даже от мух еще не выкинули. Мухобойку приехали тут. Вот для того, чтобы здесь была плюс 10-12 температура, нужно включен обогреватель. Для того, чтобы этот обогреватель много не ел и ел сколько надо, нужно знаете что? Угадайте. А я вам подскажу. Нужен вот такой терморегулятор. Сейчас про него будем рассказывать. Открываем коробочку. Терморегулятор. Мощность до трех с половиной киловатт можно подсоединить. Точность показаний. Индикация температура. Индикация выхода. Цифровой датчик. Самое главное. Сброс и так далее. Работает очень он легко. Ну и соответственно. Работает очень легко. Вот этот датчик выносной. Значит мы что делаем? Мы включаем вот этот термодатчик в розетку. Это вытаскиваем и включаем сюда. Все включилось. Включаем обогреватель сюда. Смотрим. Значит показывает. Сейчас у нас домики плюс 9,3. Видите, моргает. Сейчас мы подносим его к обогревателю. Видите, как? Вот так вот. И смотрим, что у нас подымается температура. Видите? Следующий этап. Значит нам нужно выставить. Нам нужно выставить на температуру внутреннюю, например, 12 градусов. Нажимаем буковку С. Жмем. Пока не заморгает. Видите? Заморгала. Стоит на 33. С левой кнопочкой уменьшаем до 12 градусов. Нажимаем. И она уменьшается температура. Оправдание обращайте. Тут домик. Вот 12,5. Хватит, Наташа, для хранения. Ну вот для хранения. У нас тут холодильник стоит, телевизоры, электрооборудование и так далее. Так. Поэтому 12,5 градусов нормально. Здесь сейчас показывает 16 часов. Потом следующий параметр. 12,5 выставили температуру. Следующий параметр. Вот. Ход. Значит горячий. Если вы хотите, чтобы была температура наоборот в другую сторону, то надо сделать... Сейчас, минутка. Вот. Ход. То есть или погорячее, или похолоднее. Тут должно быть другой параметр. Заскочить. Вот. Кул. Видите? Он включился, чтобы было холоднее. То есть это вентилятор или принудительная вентиляция. Выключаем. Делаем ход. Если вы хотите, чтобы температуру поддерживал до 12. Следующий параметр. Перескочил. Должен быть параметр еще знаете какой. Вот. Это разница. Плюс-минус сколько градусов. То есть, например, я всегда делаю на 0,5. То есть опустилась температура до 12. Он включился. Ничего сложного нет. Вот так вот. Все опять на S. Вот эта подсветка-то максимум стоит. Вот сейчас показываю, что в домике у нас 13,7 градусов. Обогреватель выключен. Все просто. Уехали спокойно. Он когда надо, температура упала. Он сам включился. Поднялась. Выключился. Все супер. Вот такой вот аппарат. Так что заказывайте, спрашивайте. Ставьте лайки. Пишите. А еще мы расскажем, как он работает в теплице. При длительной вентиляции. У нас все стоит в теплицах, а не такие. Ничего сложного нет. Всем добрый день. Смотрите, я когда побрызгал дня, 3 или 4 назад, побрызгал смесью с помощью вот такого вот распылителя. И смешал он на 2 литра сербромедин и экстракт хвои. И я вам скажу, листики, смотрите, как прямо родились по сравнению с тем, что было. Идеально. То есть работает этот эликсир, как наши блогеры говорят. Но они там мешают еще кое-что добавляют. Но я решил по маленькому пути и смешал только два. А они добавляют еще третий там есть эликсир, как я их называю, молодости. Но так как мы это все кушаем сами, хоть оно и био написано, но я стараюсь сам. Вот так вот. Сейчас вот проредили все. Говорил про ошибки. Вот сейчас мы будем рассказывать про терморегуляторы, как мы поддерживаем здесь температуру. И сейчас я вам дальше расскажу, как мы ее здесь поддерживаем и с помощью чего. Смотрите, значит у нас стоит, у меня стоит вон тепловая пушка. Вот тепловая пушка и простой ветерок. И также еще по низу разгоняет воздух, тепло, чтобы движение воздуха было обычный вентилятор. Все это работает, естественно, с помощью электричества. Но видите, сколько конденсаторов. То есть конденсат никуда не деться. Но и это все работает с помощью вот таких термодатчиков, которые настроены на температуру. Это они настроены здесь на 21, видите, не хватает. 5 киловатт, 5 киловатт пушек работает, да? И не хватает. Знаете почему? С этой стороны пока датчик ПИС-17,5, с этой стороны 19. Не хватает по одной причине. Это простая четверка. На улице практически минус 15. У нас ударили морозы. Видите, конденсат на поликарбонате. Ударили морозы. И четверка, как я вам говорил, она максимум работает до минус 15. И ждем морозов. Ну, огурцам, по идее, 15-16 градусов хватит. Они будут жить. Ничего страшного. Ну, будут жить, но плохо немножечко расти. Вот. Вот эта вот штука очень идеальная. Я долго истал всяких китайских перепробовок херни. По 700, по 1000 рублей там валяется в большой зимней теплице. Вот это самый оптимальный вариант. Он работает в двух режимах. Как на достижение температуры снизу, так и сверху. То есть, если вам нужно, чтобы в теплице было тепло, например, плюс 21, он, видите, работает. Если вам нужно было, чтобы было 21 и не больше, то вы ставите наоборот, на холд, на принудительную вентиляцию. Он работает и в ту сторону, и в обратную сторону, в чем его огромный плюс. Также у него есть выведенный термодатчик. Видите? Вот. Где-то метра полтора длиной. Вообще идеальный вариант. Настройки идеальные, простые. Инструкция есть. И недорого стоит. Всего лишь две с половиной тысячи. Мы можем вам его, так сказать, отправить почту. Да вы сами можете его в интернете найти и заказать. Кисок? Куда-то кошечки у нас убежали. Юля все за них переживает, кормит их. Вот. Дальше продолжим. Юля, в эту заходим. Здесь у нас как стоят электрические таймеры еще по времени. Чтобы включался свет. Вот, видите? Это обычный 90. И здесь также стоят пушки. Но здесь намного теплее. Обратите внимание, здесь не работает вообще отопление. То есть пушки не работают. Влаги практически сухие полы. Обратите, сейчас Наталья Алексеевна вот тут разливала немножко, поливала. Сухие полы. Почему? Здесь устроена принудительная вентиляция. И стоит самое главное, два листа поликарбоната. Внешний 10 мм, внутренний 4 мм. Для того, чтобы на листе не образовывался конденсат на внутреннем, у нас сделана принудительная вентиляция полости между поликарбонатами. Видите? Сухой лист. Сухой. Видите? Рука сухая. Здесь стоит канальник. Он стоит на механическом таймере, который определенное время включается и выключается с определенным промежутком времени. Вот видите? Он забирает горячий воздух сверху, закачивает, сколько раз уже объяснял, в полость, и вот оттуда она выкачивается. Приехали мы с Натальей Алексеевной, поработали. А остальное время здесь поддерживается с помощью вот таких таймеров, которые я вам сегодня рассказываю. Также они стоят, вон там еще два конвектора стоит, они тоже на датчиках. Все. Вот там, и здесь получается все тепло. Вот так же здесь стоит, видите, окно здесь потеет, помещение, которое техническое-то, ну, видите, оттуда, там, видите, лист внутренний, там, конденсат, оттуда воздух идет, как бы. Здесь вот стоит вот такая тепловая пушка над дверью. Ну, вот здесь жалюза стоит, сейчас ее сняли. И практически, сейчас минус 15 на улице ее хватает. Можно таймером даже поднять чуть больше. Можно таймером чуть больше поднять, вот там, видите, путь такой. Сейчас вот ставлю. 27 градусов, да? И он до 27 градусов, кнопочка загорелась, будет. Вот теплый воздух пошел, горячий. Все. А здесь, получается, показывает 24 градуса, видите? Вот так вот. Так что пользуйтесь благами цивилизации. Где-то у меня тут были, валялись. А вот эти китайцы всевозможные. Вот такая вилка до полутора киловатт. Вот к ней идет вот такой выносной тупой пультик, ну, или датчик. Короче, фигня там. Поэтому, если кто не хочет их искать, пожалуйста, мы вам отправим, так сказать, продадим. С удовольствием поделимся. А если кто хочет сам, можем поделиться, ссылка, где мы их покупаем. Без вопросов, легко и просто. Ну вот, на этой ноте всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда с вами. Ставьте лайки. Ну, даже скажу, задавайте комментарии, да? Пишите комментарии. Или как там говорится? Мы всегда с вами. Так что в этом году, не как в прошлом, мы будем на новогоднем столе кушать свои овощи. Это кто там у нас? Кто там стучится? Теда. Юля прячется. Вот видите, какая красота. Вот повесили мощный прожектор, это от Амилайта. Видите, как к нему? Я их положил, эти огурцы, они обратно все равно полезли, прям к свету влезут. Оставили здесь томатики. Какая красота, смотрите. Когда-то мы, кто теплицы, кто помнит, маленькая на даче, радовались каждому. А их сейчас много уже. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует...